МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Завершается ремонт моста на одной из главных транспортных артерий города по проспекту Угарова над улицей Ярошенко. Строители обещают открыть дорогу уже через две недели. Чтобы выполнить все работы в срок, на объекте ежедневно трудятся полсотни специалистов. Подробности у Анастасии Конниковой. К ремонту путепровода над улицей Ярошенко приступили еще в прошлом году. Вначале перекрыли одну половину, полностью движение закрыли 4,5 месяца назад. Мост протяженностью 51 метр и шириной 51,7 метров был сдан в эксплуатацию 43 года назад. И по оценке экспертизы, остро нуждался в реконструкции. Ежедневно по нему проезжали около 2000 машин и десятки скоростных трамваев. Муниципальный контракт по ремонту данного путепровода был заключен в ноябре прошлого года. В настоящее время выполнены в полном объеме демонтажные работы. На одной части путепровода выполнены работы по устройству гидроизоляции, защитных слоев бетона. То есть подготовлены под укладку асфальта. Сейчас ведутся работы по усилению стоек, опор, мостового полотна. Ну и на второй части путепровода тоже в данный момент проводится работа. Каких-то непредвиденных моментов не появилось. Для монтажника Александра Винника это уже 10-й мост в регионе, на котором он работает. Говорит, что делают на совесть. Тяжелого ничего нет. Бывают погодные условия, а так все хорошо. Конечно же, с совестью. А почему? Потому что, чтобы люди ездили и радовались нашей работой. Чтобы в дальнейшем нас также пригласили на эту работу. Мы строили вот на делении еще. Капремонт ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На реконструкцию выделено более 200 миллионов рублей. Подрядчик в сроки укладывается. Завершить работы планируют в третьем квартале нынешнего года. Проектом будет предусмотрено устройство перильного ограждения. То есть, если вы знаете, здесь были достаточно в печальном состоянии пешеходные зоны данного путепровода. В настоящий момент они будут приведены в нормативное состояние. Под мостовым пространством будет организована подсветка. Перильное ограждение будет из нержавейки выполнено. Всего в этом году в округе завершат ремонт пяти путепроводов. Сделать укладку, оформить брови и приготовить блюда – это не конкурс на лучшего визажиста или повара, а итоговый экзамен будущих парикмахеров, косметологов и поваров-кондитеров. Из-за обстрелов приграничья площадкой для аттестации студентов стал старооскольский техникум, технологии и дизайна. Сначала стрижка, затем сушка, пара штрихов утюжком, и вот прямые волосы манекена превращаются в упругие локоны. Екатерина Серлива из Ивни заданием справилась быстрее всех. Парикмахерскому искусству из-за обстрелов училась дистанционно. Признается, в таком формате трудно постигать профессию, в которой практика – основа. Нужно, чтобы преподаватель объяснял, с тобой работал. Нужно больше практики, а на дистанционке будет мало клиентов. А если в самом техникуме, там постоянно приходят разные клиенты, и на них мы практикуемся. Преподаватели от дистанта тоже не в восторге. Но безопасность студентов важнее. Поэтому разные техники отрабатывали дома. Главное – иметь под рукой материал. Хотя, конечно же, контроля наставников не хватает. Всё-таки парикмахеры, они должны работать руками, и преподаватели должны доносить, именно показывать, рассказывать, где-то поправлять руку, где-то поставить руку нужно. В соседнем кабинете будущие косметологи проводят бьюти-процедуры. Модели – студентки младших курсов техникума. Преображение началось с глубокой чистки лица и увлажнения. Следующий этап – коррекция, оформление и окрашивание бровей. Сейчас я выполняю коррекцию бровей. Выщипываем бровки пинцетом. И после обработки, после выполнения коррекции, обрабатываем кожу, показываем результат клиенту, нравится, не нравится. С самого детства очень сильно любила брать мамы косметику, краситься. Сейчас косметология у нас, в целом спектр бьюти-услуг очень популярен. Каждая девушка, можно сказать, хочет выглядеть очень красивой, следить за собой, быть ухоженной. После техникума в раздумьях поступать на высшее медицинское образование и стать уже полноценным косметологом. Руслан Рогозин уже работает поваром. Именно это, уверен парень, даёт ему фору на экзамене. Процесс готовки считает своего рода искусством и мечтает стать шеф-поваром. Я, так как уже более человек профессионально подкованный в этом деле, намного, по моему мнению, успешнее выкладываю блюда, чем мои, допустим, антокрупники, которые не работают пока что по профессии. За выполнением заданий следят эксперты из других учебных учреждений и представители малого бизнеса. Выпускной экзамен в техникуме технологии и дизайна сдавали 113 поваров-кондитеров, 95 парикмахеров и 36 косметологов из Старого Оскола, Белгорода, Дмитриевки, Яковлевки и Вейделевки. Анастасия Проурзина, Александр Савин, Елизавета Очкасова, 9 канал. Многодетное счастье Клюкиных. У Янины и Фёдора три сына. Центр притяжения – шестилетний Саша. Ребёнок-аутист делает успехи в спорте и музыке. Его обожают педагоги и тренеры, братья, бабушки и дедушки. У Клюкиных вообще всё строится на любви. В гостях у большой и дружной семьи побывала Лариса Ульяненко. Янина росла в многодетной семье. Многодетными были и родители Фёдора, поэтому других вариантов у этой пары просто не было. Серёжа, Саша, Матвей. У Клюкиных – трое сыновей. Как-то для нас это в порядке вещей было. И у нас было в планах, чтобы было много детей, чтобы они друг за друга держались. Изначально я хотел многодетных, когда встретились, познакомились и узнал, что у супруги большая семья, я тоже сразу понял, что и у нас так же будет большая семья. Любовь с первого взгляда к Фёдору была не только у Янины. Её мама Елена Плюхина признаётся – зятя полюбила. Сразу. Вот как только зашёл, сразу и приняли. Феденька он у нас очень хороший, честный, добрый человек. Очень любящий, семьянин настоящий. Всё для детей. Центр большой семьи – шестилетний Саша. У мальчика аутизм. Но при этом он ходит в обычный садик, поёт и музицирует на фортепиано. Занимается единоборствами и плаванием. Всё это, а также походы к логопедам и в клинике стоят денег. Так что папе приходится работать даже не за двоих, за троих. Ну когда мы начали сталкиваться с вот этими всеми проблемами, с вот этими болячками, то у нас деньги как-то закончились вообще за год. Ну да, это просто поездка в Москву, допустим, она обходится 150-200 тысяч рублей. А Саша… Здесь по месту просто месяц там это 50-60 тысяч, а только Саша. 60 тысяч – это только на Сашу. Это вот занятие его реабилитация. Бассейны, борьба, нейропсихологи, дефектологи. И это не входит туда ещё неврологи. Я занимаюсь добычей средств для этого. Пробует себя в семейном бизнесе и 17-летний Сергей. Как и средний братишка, тоже спортсмен, занимается боксом. Мальчишек, в общем-то, не надо особенно воспитывать. Пример дедушек и отца перед глазами. Четыре поколения большой и дружной семьи все праздники отмечают вместе. Собираются по 25 человек. И почти все живут в одном микрорайоне, на Восточном. Семья очень большая, очень много людей. Диваны, стулья, всё, все собираем, усаживаемся. Дети на коленках. То есть, здорово. В этом смысл. Счастье. Счастье. Что может быть крепче, чем люди, семья. Несмотря на оптимизм, жизнь многодетных, конечно, не безоблачно. Справляться с проблемами, признаются Клюкины, помогает Вера. У нас, да, у нас семья верующая, у нас мама с папой такие, прям вот, мама у нас в храме работает, вот, очень дружит с батюшкой, со всеми семьям. Клюкины признаются, что рассчитывают только на себя. Хотя, конечно, помощь властей уж точно не лишняя. Государству есть за что сказать спасибо. Но есть и в чем упрекнуть. Самая беда, что нет врачей, специалистов и нет что-то, какого-то центра, организации для таких детей. То есть, это все мы находим сами. Системы нет и, получается, все приходится нам самим искать и все это оплачивать самим. Вот и все. Бесплатного нет вот ничего. То, что было бесплатно, мы попробовали, но это просто, как для галочки. То есть, ну, мне нужен результат. У Гладков, он просто молодец. У нас просто ситуация, у нас очень дети болеют. Вот, что Саша и Матвей, Матвей тоже у нас там перенес. Вот, и только вот, когда Гладкову вот обращались, он помогал. И в том числе и с больницами, и со всеми днем. В этом году Енине Клюкиной вручили почетный знак «Материнская слава». Если бы награду можно было разделить между близкими, она сделала это. Мама, бабушка, дедушки – не просто родные по крови, но и по духу. Первые помощники. То в садик за Сашенькой, то в магазин сходить, то Сашеньку надо к логопеду. Детки наши, внучки, внучатки наши – это наше счастье. Сколько у вас всего внуков? Пять. Старшему вот восемнадцать будет, маленькому – три. И когда приходишь, вся усталость, она куда-то девается, растворяешься в любви. В этой семье любовь в каждом слове, в каждом жесте, в каждом поступке. И даже те, кто ненадолго попадают сюда, окунаются в эту любовь. К людям, к миру, к Богу. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Елизавета Очкасова, 9 канал. Шагаем с уличной атлетикой. Участники спортивного движения «Все на спорт» в Старом Осколе приняли новый физкультурный вызов. Подробности в следующем сюжете. Староскольский клуб уличной атлетики Академии ГТО живет спортом. Соревнуются здесь не друг с другом, а с самим собой. Стать быстрее, сильнее, выносливее помогает постоянная активность. Владимир Ермолов три года назад пришел сюда на первую тренировку и остался. Поддерживать интерес помогают соревнования и ставшие модными челленджи. Например, шагаем с уличной атлетикой. Условия – минимум 10 тысяч шагов в день. Владимир план перевыполняет. Немного больше 10 в среднем. Где-то 11, 12, 13 тысяч. Бывает больше до 20. Ну, меньше 10, вот как челлендж начал сам, меньше 10 не допускать. Здоровье, главное здоровье. Именно для этого я три года назад пришел в этот клуб. Шагать с уличной атлетикой приглашают всех староскольцев. Нужно желание и смартфон. В ВК есть приложение «Шагай с ВК». «Шаги ВК» называется, да, мы заходим в это приложение, там буквально две секундочки регистрируемся, и все. Вы видите свои результаты каждый день, да. Вы видите результаты тех людей, которые уже там есть, а там уже огромное количество людей. Подсчитывают шаги с помощью специального приложения. Итоги вызова подведут в январе 2025 года. Победителей два призера получат элементы экипировки. Еще 10 человек ждут подарки. Анастасия Иконникова, Дарья Митронина, Александр Савин, Елизавета Очкасова, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Море с доставкой в Старый Оскол. Во дворец спорта «Аркада» вновь приехала выставка-ярмарка «Икрай рыба Камчатская». На прилавке огромный выбор деликатесов. Всего более 30 наименований. Белорыбеца, тунец, нерка, палтус. Особое место на пьедестале вкуса занимает, конечно же, Чавыча – королева лососевых рыб. В летнюю жару не хочется тяжёлой пищи. Отличная альтернатива – рыбные деликатесы. Слабосолёные, холодного и горячего копчения. Источником энергии и полезных веществ является красная икра. Достаточно всего несколько бутербродов в день для отличного самочувствия. Крассную икру всегда хочется. Иногда пробовав, всё-таки полезная вещь. Ну, не постоянно в рационе, конечно, она своя. Но икра хорошая. На вкус это вообще божественно. Приобрести икру и рыбу «Камчатскую» можно во дворце спорта «Аркада» до 22 июня включительно. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Солнечную эту рабочую неделю в Стармосколе и Губкине точно не назвать. По данным Гидромедцентра, во вторник, 18 июня, дождь с грозой. Утром 19 выше нолян, в обед и вечером около 25. Ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. Ночью плюс 17. Растущая луна, магнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление в норме 744-749 миллиметров ртутного столба.